Приветствую вас, Альберт. Конечно, вам сложно сейчас, тяжело, сложно, пугающе существовать в таком состоянии, в каком вы оказались. И я думаю, что первая мысль, в которой вам не укрепиться, это то, что нет и не может быть ничего без причин. То есть панические атаки не возникают просто так. Панические атаки имеют в основе своей некий конфликт, противоречие, не имеющие отношения к тому, что с вами происходит на данный момент. Не имеющие отношения к тому, что вы, к примеру, чувствуете, что вы, к примеру, думаете и так далее. Но ваши мысли и чувства могут быть следствием этого конфликта. Поэтому первое, что нужна, вот та мысль, в которой вам нужно укрепиться, это мысль о том, что ничего не бывает без причины. Если возникает паническая атаки, значит что-то ее порождает. И здесь уместно было бы, вероятно, употребить такое слово, как вытеснение. То есть вот вы вытесняете что-то. Вы вытесняете свои чувства, вы вытесняете свои эмоции, а вы вытесняете. Соответственно, соответственно, речь идет о причинах, почему вы вытесняете свои эмоции, почему вы вытесняете свои чувства. Следующий момент. Вы говорите, что вот сейчас случится что-то плохое, вот сейчас произойдет что-то и прочее, прочее. Я думаю, что подобная история, то есть вот это вот чувство, что сейчас что-то произойдет, не может возникнуть опять же на пустом месте. То есть если это происходит, значит вам по какой-то причине этого хочется, хочется чтобы что-то случилось, хочется чтобы что-то произошло. Это ваше чувство, это ваше чувство, это не какое-то чувство, это ваше ощущение. И мне думается, что дело здесь в агрессии. В той агрессии, которую вы себе подавляете Альберт. Мне сложно сказать однозначно, на что я опираюсь в своем таком утверждении. Можете просто считать этой интуиции. Ну профессиональной интуиции. Вот. Но мне показалось, что вы такой, в целом, если не зажатый, то достаточно мягкий человек. Который склонен больше к тому, чтобы проживать свои чувства внутри себя. Недостаточно откровенный, экстравертный, если угодно, для того, чтобы полностью снимать, полностью реагировать, отреагировать свои чувства. Все чувства, все чувства, которые вы испытываете. И паническая облака выглядит как способ это сделать легально для вас. Еще одним моментом, являющимся и с одной стороны самостоятельным, а с другой стороны косвенно. Поскольку нет связующего звена в виде вашей обратной связи. Моментом является то, что вы обладаете неким, неким, неким уровнем самовнушения. Вы так и говорите, что самовнушение у меня, я сейчас зачитаю. Вот, из-за, из-за самовнушения болит левая часть груди. Вот. Да? Самовнушение. Это очень похоже на навязчивый мысль. И навязчивые мысли имеют в своей основе, как правило, именно желание. Желание. Нереализованные желания. Вот. Такая вот история. То есть, вот с этими моментами, тремя основными, я рекомендовал бы вам поработать. В той или иной степени. Вот. В зависимости от того, как вам удобно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...